А теперь подробнее о новостях. В эти праздничные дни местом притяжения люберчан памятники и мемориалы Великой Отечественной войны. В городском округе десятки обелисков, напоминающих о тех страшных годах. Один из них, памятник детям войны, расположен в Центральном парке. Там состоялось торжественное возложение цветов. Эта скульптура посвящена тем, кто был лишен счастливого детства. Солдат и маленькая девочка, высеченные в камне. Еще одно напоминание, сколько горя принесли четыре года войны. У памятного места собрались люди, которые знают об этом не понаслышке. Я с сорокового года. Я, конечно, была маленькая еще. Но после военных годов я что-то помню. Конечно, было очень. Особенно запомнился голод. Очень запомнился. Картошку гнилую на полях собирали. Колоски эти собирали. Но голод это ничем никогда не забудешь. Я поздравляю всех с Днем Победы, что мы победили проклятых этих фашистов. И что наша была такая детская доля, очень тяжелая. Но мы все пережили, восстановились. И дай Бог всем здоровья, и чтоб был мир и дружба. В память о детях, которые так и не дожили до Дня Победы, состоялось возложение цветов. В церемонии приняли участие глава Люберец Владимир Волков, председатель Совета депутатов Владимир Ужицкий и народные избранники. Сегодня в городском округе проживает около полутора тысяч люберчан, детство которых пришлось на военные годы. В Люберцах создана общественная организация, которая объединяет представителей этого поколения. Участница Великой Отечественной войны Марии Валерьяновне Черновой 6 мая исполнилось 98 лет. Поздравить жительницу Люберец с Днем Рождения и праздником Великой Победы приехал депутат Государственной Думы Роман Терешков. С праздником у вас сидите, не вставайте. Мария Валерьяновна родилась под Смоленском. Её счастливое и беззаботное детство летом 41-го года прервала война. Область попала в оккупацию уже в июле. Только в 43-м, когда Смоленск освободили советские войска, жители смогли вздохнуть спокойно. Но ненадолго. Уже осенью девушек позвали на помощь. Мы сперва стирали бельё, в госпитале обслуживали, а потом шили новые брюки, гимнастёрки. Нам уже готовый крой привозили, машинки привезли, такие ножны, ногами крутили. В составе 2-го Белорусского фронта, в котором служила Мария Чернова, она прошла Белоруссию и Польшу. Дошла до немецкого города Арнсвальде. 9 мая 45-го года оставил особый след в её памяти. Пошли на улицу и хлопали, и прыгали, и кричали «Ура!» и радовались. Всем здоровья, чтобы войны не было, чтобы спокойно жили люди. После войны Мария Валерьяновна вернулась в родную деревню на Смоленщину. Переехав в Люберцы, долгие годы работала оператором котельной 13-го деревообрабатывающего комбината. В свои 98 Мария Чернова не теряет жизнелюбия и оптимизма. За моей спиной сейчас символ Великой Победы – Георгиевская ленточка. И в Люберцах на каждом подъезде, где живёт наш фронтовик, ветеран, такие ленточки появляются каждый год. Я хочу пожелать всем нашим фронтовикам, всем тем людям, которые остались сегодня с нами, радовать своим присутствием здесь, на земле, нас как можно дольше. Здоровьем, счастьем. А мы будем учиться на их примере, учить наших детей и внуков. 9 мая – праздник, который объединяет поколения. Поздравить главных виновников торжества спешат люди разных возрастов, профессий и сфер деятельности. Не остались в стороне и Люберецкие судебные приставы. В честь Дня Победы они навестили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Пшеничкина. В гостях у героя побывали и мы. Этот китель я надеваю очень в ответственное время и очень редко. Это для Дня Победы и встречи, ответственные встречи и встречи с учащимися. Сегодня есть все три повода для праздничного наряда. И День Победы, предстоящая встреча со школьниками, визит гостей. Иван Пшеничкин готовится принимать представителей Люберецкого отдела судебных приставов. Китель с орденами надел принимать поздравления готов. Здравия желаю. Служба судебных приставов, начальник Люберецовного отдела Кукса Дмитрия Михайловича. Поздравляем вас с наступающим праздником. Желаем вам здоровья крепкого, долголетия, чтобы вы всегда, как говорится, были в форме. Спасибо вам огромное за победу, за наше мирное небо над головой. Спасибо вам, друзья мои. Очень вам благодарен за ваше отношение вообще к участникам войны. Я очень рад, что мы не брошены. И с коллегами навещаем, да, Ивана Федоровича. И я знакомлю молодежь и других людей, чтобы он рассказывал свою историю жизни. Это живой пример великого подвига. Не иначе, как подвигом его жизнь действительно не назовешь. Стал красноармейцем в 16 лет. В 1943 году получил специальность шофера. Сел за роль легендарной Катюши. Воевал под началом командующего фронта маршала Константина Рокоссовского. Прошел всю войну и участвовал в параде победы в 1945 году. И сегодня, несмотря на преклонный возраст, ведет активный образ жизни. Я собираюсь сейчас писать книгу. У меня руки не годятся. Я уже договорился с одной дамой. Я даже сказал, я буду вам платить, чтобы я буду вспоминать, чтобы вы набросали. Мне нужна будет флешка, чтобы записать потом на флешку и запустить мне себе в интернет. Иван Федорович активно участвует в жизни городского округа Люберцы. Посещает патриотические мероприятия, встречается с молодежью. В этом году, 9 мая, он, как всегда, будет на главной праздничной локации – на Красной площади в Москве. В Люберецком дворце культуры состоялся праздничный концерт, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Жители городского округа поздравили представителей власти, а также лучшие творческие коллективы. Какая атмосфера царила на празднике, покажем в нашем следующем сюжете. При входе во дворец культуры посетители встречают яркая вывеска с надписью «Мы победили». Каждый уголок напоминает о большом подвиге советского народа. На втором этаже – фотозона. Она же мини-выставка реальных экспонатов времен Великой Отечественной. С 1939 года рождения отношусь к поколению «Дети войны». Праздник у меня ассоциируется с моим детством. Вместе с мамой я был на оккупированной территории, в Украине. Целая история, даже книгу написал об этом. С возрастом мысли все чаще возвращаются в то время. День победы уже прочно закрепил за собой звание самого главного праздника в России, когда в очередной раз вспоминают о том самом радостном событии, но в то же время не забывают, какой ценой досталась победа. Через века, через года помните о тех, кто уже не придет никогда. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны. Наш народ совершил подвиг. И наш городской область вложил очень серьезные силы, серьезные ресурсы. И только наших земляков ушло на фронт порядка 50 тысяч. К сожалению, 18 тысяч не вернулось с войны. Мы помним, помним всех, помним наших героев. Ни в одном учебнике нельзя описать, ощутить ученику, чем прямое живое общение с нашими ветеранами. У нас, к сожалению, становится каждым днем все меньше. Я помню, все время их, когда я пришел на должность главы, было где-то 30 тысяч, а сегодня 35 человек. Ветераны фронтовиков. В память о героях и жертвах Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания. Затем началась концертная часть. Перед гостями выступили лауреаты всероссийских и международных вокальных конкурсов, а также воспитанники учреждений культуры городского округа Люберцы. Город, брендовая, шага, солдат, мещая, Скорей домой двинутся, любимой улыбнутся. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте. С праздником вас! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!